И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат. Шоу вежливых людей. Итак, дорогие друзья, всем приятного пятничного вечера. Вы слушаете радио «Маяк Псков» в студии Александра Робин и Дина Добрешута. — Да, очень рада вас приветствовать. Особенно порадуемся, давайте, вместе за тех, у кого завтра выходной. — Безусловно. Выходной — это всегда приятно, а в такую приятную пятницу, которая нас ожидает с вами сегодня, я бы даже сказал, втройне. Все дело в том, что совсем скоро, если быть точнее, 18 июля 2020 года пройдет у нас такой интереснейший, я считаю, благотворительный концерт под названием «Спасибо медикам». — Да, и, в общем, название понятно, для чего, для кого и так далее. Это вообще концерт в рамках благотворительной акции. Вот я уже заговариваюсь, хотя еще час до кончания рабочих. — Да-да-да, рано. — Вот, Саша, давай рассказывай уже про гостей, кого мы сегодня привели и зачем эти люди сегодня к нам пришли. — С удовольствием это сделаю, тем более, что гости у нас сегодня ого-какей. Во-первых, профконсультант. Не так часто к нам попадают в гости профконсультанты, да? — Конечно, мне кажется, это первый и единственный. — В городе, а может быть и на Северо-Западе, профконсультант по творческим вопросам, театрально-концертной дирекцией Дмитрий Андреевич Волхонов. Дмитрий Андреевич, здравствуйте. — Здравствуйте, если несложно, если удобно, называйте меня Дмитрий Андреевич, потому что мне так неприятно, как просто Дмитрий говорят. — Это можно объяснить, конечно, да. — Да. А также сегодня у нас в гостях музыканты, что говорит о том, что сегодня будет, возможно, даже музыка. — Возможно, даже живая, возможно, даже те, которые здесь сидят и ночь что-то исполнят. — Это Екатерина Андреева и Григорий Голковский. Ребята, тоже вам добрый вечер. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Ну и давай о хорошем. — Давай. Что у нас хорошего есть? — Хорошего это у нас не только музыканты и единственный неповторимый профконсультант, но и то, что сегодня у наших радиослушателей есть замечательная возможность в очередной раз проявить себя и, собственно, выиграть набор суши от кафе Окинава в Пскове. — Все будет предельно просто. Вам необходимо будет в течение нашего эфира, в течение ближайшего часа, придумать любое четверостишее на ту тему, которая вас волнует. — Животрепещущее что-то, может быть, что-то случилось на этой неделе, может быть, вы чего-то ожидаете, может быть, есть какие-то планы на выходные. Вот на эту тему вам необходимо придумать четверостишее, и дальше есть два варианта развития событий. — Первый вариант развития событий — у нас есть группа ВКонтакте «Ради Маяк Псков», там есть закрепленный пост с афишей концерта «Спасибо медикам», при котором мы сегодня будем говорить, и именно там, под закрепленным постом, вы можете написать свое творение. — Второй способ — это наш ватсап-номер 8900-993-0105. Прислайте и туда свои четверостишие на злободневные темы, мы их с удовольствием прочитаем, но в конце эфира выберем лучшего, и, как сказала моя коллега Дина, достанется кому-то набор суши. — Самому достойному, самому творческому, талантливому и самому ярому поклоннику «Радио Маяк». — Всё верно. Ну, давай вернёмся к нашим гостям. — Они уже скучают. — Они уже скучают. — Дмитрий Андреевич, да, Андрей Андреевич. — Мне кажется, что набор суши можно подарить сразу тому человеку, кто просто напишет вам ватсап. — Да? — Потому что, ну, если он запомнил кто-то номер вот сразу сходу... — А у нас он напечатан, и вот есть. — А, жалко. — Просто подсказка есть. — Ты не встречал? — Ты не встречал людей с татуировками 8900-9930105. Вот ходят по городу, это как раз наш номер, поэтому каждый знает. — Сотрудники «Радио Маяк». — Так, Дим, ну, давай начнём про концерт, про акцию, точнее, да? Это всё-таки концерт или это акция? — Концерт — это как бы в процессе акции, то есть одна из частей акции. То есть мы собираем деньги уже с 11 июня, да, и мы хотели сделать, чтобы концерт стал финалом, как бы, да, финальной, как бы, точкой вот этой акции. Но подумали про себя, что как раз-таки, может быть, это станет, как бы, наоборот... — Началом? — Новым этапом. — Привлекут ещё людей. — Да, то есть мы сейчас разрекламируем концерт, люди ещё больше узнают об этой акции, узнают о том, что был концерт, увидят его онлайн, он будет проходить онлайн, да, в интернете. И вот после этого скажут, о, ну, почему бы не помочь медикам, и поэтому это не конец акции, конец акции 25 июля, и, возможно, возможно, у нас же ограничительные меры плавающие, мы, может быть, ещё прямо и в финал ещё какой-нибудь сделаем. — Гала-концерт. Гранд-концерт. — Гала-гала. — Может быть, мы будем показывать фокусы людям на улице, не знаю. — Посмотрим, но, в принципе, акция уже идёт, и как вообще, родовалась идея, сделать именно концерт? — Да, да, почему концерт, почему не фокусы на улице, почему не глотание шпак? — Почему не онлайн-трансляцию, только лишь, а вот эта вот вся сложная сфера? — Да, ну, объясню, значит, смотрите, с 28 марта, да, мы сели на так называемый карантин и самоизоляцию, и реально с этого времени застыла вся культурная, наверное, жизнь города Пскова, да и вообще России. Сразу же в апреле начали появляться онлайн-концерты какие-то, да, даже псковские группы некоторые делали онлайн-концерты, даже крупные предприятия культурные делали онлайн-концерты. Но, по личному моему мнению, онлайн-концерт — не самая интересная забава, ну, вот так честно. — Дмитрий Андреевич, а вот вы сколько посмотрели онлайн-концерт? — Ни одного. А, ну, я заходил на онлайн-концерты групп псковских, но я был там не более минуты. — А не псковских? — И не псковских вообще не заходил. Я, к сожалению, я первый раз это скажу, мне неинтересно смотреть. Даже моих любимых групп, я говорю, если бы это был какой-то сумасшедший концерт, не знаю, Red Hot Chili Papers и Каста, или Бабкина и Металлика, наверное, мне было бы интересно смотреть. — Вот в чём дело. — Да. Но если бы он был онлайн-концерт, то есть я не уверен, что я был бы в этот момент у компьютера. — Зачем тогда у концерта «Спасибо, медикам» есть онлайн-версия, если никто смотреть не будет, и вы, Дмитрий Андреевич, заранее про это говорите? — Потому что мы делаем его абсолютно иначе. Потому что мы делаем его онлайн-концерт, в том числе я бы сделал такой дефис, тире, не знаю, как правильно будет, стрим. То есть мы будем... Что не хватает онлайн-концерту? Когда ты смотришь онлайн-концерт, музыканты выступают, говорят, всем привет, всё отлично, вот сейчас мы сделаем хорошую музыку, и делают хорошую качественную музыку. Они абсолютно не общаются с теми людьми, кто смотрит этот концерт. — А вот я поспорю, я смотрела «Хороший концерт», «Little Big», я смотрела его трижды. — Правильно, они делали, да, трижды. Они общались они со зрителем? — Они общались, они отвечали на вопросы, они что-то разыгрывали. — Всё верно. Я думаю, что вот этот онлайн-концерт был наверняка в конце мая. — Нет. — В самом начале апреля? — Я не помню, я не помню. — Вы смотрели этот концерт? — Это было как-то около моего дня рождения, я не могу комментировать эту ситуацию более точно. — Короче, да, ну я безусловно понимаю, что какие-то любители крупных групп будут смотреть этот концерт. В этот же концерт, на мой взгляд, будет отличаться от всего того, что делали в городе Пскове, тем, что это будет стрим. То есть, по большому счёту, это будет стрим с концерта. — Другими словами, здесь зритель, лёжа на диване, сможет заглянуть слегка в закулисье. Как настраиваются группы, да, как бегает с бешеными глазами звукорежиссёр, пытаясь переподключить барабаны одной группы на барабаны другой группы. — В том числе. — То есть, да, безусловно, мы собираемся максимально общаться со зрителями. Более того, зрители, которые будут у нас на стриме и которые будут во время этого стрима, онлайн-концерта, можно будет сделать пожертвование. И у нас есть даже призы уже для тех людей, кто, собственно говоря, будет смотреть, будет участвовать с нами. И они могут получать, ну, мне кажется, некоторые там призы очень даже достойные. — Вообще неплохо попасть на благотворительный концерт и получить приз. — Ну, смотрите, мы тоже так подумали, да? — Это такой вариант заманухи, скажем честно? — Да, конечно. Это для того, чтобы как можно больше смотрели людей концерт, для того, чтобы они как можно дольше оставались на канале, для того, чтобы они как можно больше дали денег. Честно, как? — Всё просто. — Всё просто. Нам нужны деньги для того, чтобы помочь тем врачам, медицинскому персоналу Псковской области, которые перенесли ковид, и мы хотим им помочь, чтобы они потом восстановили своё здоровье. Мы хотим собрать как можно больше денег. Это наша главная задача. Вот. Мы всё делаем для этого. — Замечательно. Вот мне хочется послушать музыкантов. Вот, Катя, расскажи, как вообще поступило предложение от, видимо, профконсультанта? Как это было сказано? В общем, приходите на благотворительный концерт или приходите, мы разыграем призы между участниками? — Видеодвойку пообещал Дмитрий Андреевич. — Конечно, всё что угодно. — У меня есть. — Я поэтому и говорю. — Нет, на самом деле всё было очень просто. Дима позвонил и сказал, не хотите ли вы поучаствовать в такой интересной акции? И мы сказали, да, конечно. Всё очень просто, легко и быстро. — То есть даже и те, не сомнение, не закралось, насколько нам это надо? — Нет, не закралось, честно говоря. — Ведь это же сложно. Столько месяцев без репетиции, да? Тут надо собраться и вот сделать. Был ли готов коллектив? — Ну, на самом деле у нас коллектив будет, немножко у нас там будет такая небольшая замена состава, скажем так. Наш басист не сможет присутствовать на концерте. Наш Виталий Цомко, он сейчас, клавишник, он сейчас, в данный момент находится в Германии и не может вернуться домой аж с марта месяца. — Соответственно, Аркадий Валентинович на данном концерте будет играть на фортепиано, что несвойственно. Но мы нашли выход из данной ситуации. Значит, у нас Владик Плотников будет играть на трубе. Григорий Аркадьевич Голковский, соответственно, на стандартных инструментах ударных. — Да. Так что у нас будет, для нас это тоже такой, ну, вызов, можно сказать. Это было... — Костя еще будет у нас басист. — А, и Костя, да, Костя нам пришел на помощь. Да, Костя Васильев, спасибо ему большое, он будет играть на басу. Хотя он не джазовый музыкант, но он очень круто все делает. — То есть, в принципе, благодаря данной благотворительной акции ваш состав даже как-то расширился, видоизменился и приобрел новые формы существования? — Так точно. — Благодарю. У меня все, наверное, надо спасибо большое, да. Я все выяснил, что хотел. — К сожалению, никто не прислал четверостишья, и Александр кушает вместе с профконсультантом суши. — Суши. Можно каким-нибудь другим способом его, конечно, будет разыграть, этот самый набор. Ну, ладно, мы это оставим после эфира. Мне вот хочется поговорить об опыте. Об опыте проведения подобных мероприятий все-таки. Наверняка же это в Псковской области Америка не открыта. Наверняка же кто-то что-то похожее делал. И поэтому вы решили взять и сделать лучше. — Повторить. Значит, смотрите, идея пришла еще в апреле. — Ну, логично. — Да, даже, наверное, раньше. И первая дата концерта была намечалась на 12 июня. — Символично. — Потом она была перенесена на 21 июня, что тоже символично. И теперь это 18 июля. Мы из-за эпидемиологической обстановки не могли делать его 12 и 21, к сожалению. Ну, совсем говорили, ну, не надо, ну, зачем вот лишний раз что-то такое делать. Если бы мы сделали 12, мы были бы первые в России. — О, но не сложилось. — Да, но мы теперь уже не первые. Теперь уже много музыкальных групп, которые сделали концерты в режиме автопаркинга. Откуда пришла идея? Ну, это, конечно, коллективный разум театральной концертной дирекции ее, да, как бы так соорудил. Ну, нельзя так, наверное, кому-то прямо отдать всю эту идею. — А вообще в голове завитал такой вопрос о концертах, ну, еще в апреле, да, что делать, да, то есть делать ли онлайн-концерты, чтобы это проводить на уровне на каком-то таком, ну, серьезном? — Потому что если взять обычную группу Псковскую, то она делает онлайн-концерт. Да, это качественно. Но, допустим, для некоторых групп онлайн работают такие крупные компании, как ГТРК, Псков делали онлайн-концерты. — А для некоторых, допустим, я знаю, что делали онлайн-концерты сотрудники театральной концертной дирекции. То есть тут такая ситуация Все ребята делали профессионально, все отлично Но Хотелось сделать тоже что-то больше И онлайн вроде как опасались Это не настолько круто У нас в этом году прошел Пушкинский театральный фестиваль в режиме онлайн Цифры разные называются Организаторами этого фестиваля Но я думаю, что кто разбирается в стриме Тот понимает, сколько людей посмотрел Дмитрий Андреевич, быстренько коснемся этой темы Цифры буквально зашкаливающие Около 60 тысяч просмотров Можно ли оценивать по онлайну И равняться этому плану Я не буду говорить относительно того Как подсчитываются эти цифры 60 тысяч онлайна Потому что это сотрудники нашей организации Театральной концертной дирекции Мне кажется, они немножечко иные Там 80 тысяч Да, там 80 тысяч Давайте так, смотря как считать Там подсчитано вот так на 60 Я не уверен Да, именно действительно, да Да, было 60 тысяч просмотров Но Хотелось бы уточнить, сколько уникальных пользователей было Это, наверное, самая важная история Ну и, конечно, длительность просмотра Это тоже такая важная история Все просто люди, кто сейчас столкнулся с онлайном И показывают какие-то цифры Они не очень в теме То есть вас может посмотреть миллион человек У вас будет миллион просмотров А среднее количество просмотра вашего видео Будет одна минута Как это сделал я на некоторых концертах онлайн Круто, что я посмотрел одну минуту концерт Нет, я могу сказать Если бы я посмотрел 7 минут концерт Это очень хорошо Вот это хорошие показатели Вот 7 минут смотришь концерт онлайн Это, если он идет онлайн, не в записи Как вы посмотрели три раза Они же не три раза онлайн выступали Ну один раз я прям прямую смотрю Прямо онлайн Вот прямую трансляцию посмотрели полностью Это супер Это очень редкий Вы одна из 30% людей, которые так сделали Так что, к чему там все это велось Слишком много там наговорил Очень много наговорил Я уже, честно говоря, и сам немножечко Про цифры, просмотры Про цифры, просмотры К чему стремитесь Вот, на самом деле Сейчас стремимся Ну, стремимся, конечно же, к миллиону Вот Стремимся к миллиону Какими путями это будем достигать? Объясню Даже вот Каждый сотрудник театральной концертной дирекции Вместе с семьей Ты мало, ты мало, ты мало вообще даже представляешь Каждый сотрудник Ты Со своей семьей вместе Ты со своей семьей должен будешь репостнуть этот онлайн-концерт Себе на страничку ВКонтакте Минум шесть раз Хотя бы один раз Я тебе позвоню Нет, вы смеетесь А сейчас проходит действительно большая А по-другому никак То есть, я считаю, что реклама онлайн-концерта заранее Если это не крупная, какая-то известная группа Ну, вообще бессмысленна То есть, я не знаю, какую группу я хотел бы так посмотреть Чтобы в субботу я вечером приехал домой Включил там телефон, телевизор И начал смотреть онлайн-концерт Сел бы и смотрел Все От начала до конца Больше От начала до конца Мы, конечно же, за то, чтобы Ну, мы будем рекламировать заранее Да, и сейчас мы рекламируем, можно сказать, онлайн-концерт Но самая главная наша атака, скажем так На нашего пользователя Информационная Информационная будет в день мероприятия В тот момент, когда трансляция уже начнется Саша, готовься тебе позвонят Нет, я... Саша... Вам всем позвонят, друзья Вам всем позвонят Вам 18 июля, вам всем позвонят 18 июля в группе ВКонтакте В театральной концертной дирекции Появится прямая трансляция И мы будем, да, мы будем просить Мы уже просим хозяев больших групп ВКонтакте Да, не знаю, не буду называть их там названия Пока, потому что не все еще согласились Некоторые просят денег, чтобы они репостнуть в свою группу Ну, пока там есть такие смешные цифры Вот, 100 рублей человек просит Ну, окей Я могу, я и свои дам Ну, то есть, ну, в току пускай репост нет Я тоже за сотку буду репостить Тогда у себя настроение Если так можно было Саша И тебе 100 рублей То есть, самая главная наша задача 18-го Сделать вот такой веерный репост И причем не в одно время там образное, да Что-то в протяжении концерта все это происходило Ну и собрать аудиторию Ну, у меня вопрос будет тоже к Екатерине Катя, подскажи, пожалуйста, за время, да Пока все музыканты находились на вынужденной самоизоляции Ваш конкретный коллектив проводил какие-то онлайн-концерты? Если да, то каков опыт, каков фидбэк? Ну, скажем так Мы обошли данный момент стороной Мы не собирались Практически не репетировали Все-таки самоизоляция Это самоизоляция, надо соблюдать, да И мы решили не делать никаких онлайн-концертов Потому что я уже, ну, как сказать, посмотрела Несколько онлайн-концертов Наших групп псковских Поняла, что, в принципе, пожалуй Этого достаточно Нам не стоит делать в данный момент Ну, как бы, Григорий Аркадьевич, скажите Мы позанимались зато сами Да, мы просто сами Сами позанимались Дома каждый Да, мы не стали это делать Потому что, правда Ну, у нас, например, наш общий друг Никита Валов Потрясающий пианист Он живет в Германии И получилось так, что он Здесь в Псков приехал и застрял Не мог уехать, да? Он до сих пор же здесь Уехал, слава Богу Уехал, да Какие радости Мы тоже за него радовались А он звонит, ну, каждый день Вот, и сделали с ним потрясающий концерт Ну, как сказать, его сольный концерт На 9 мая с ставками хроники Это было очень интересно Но, к сожалению, охвата было вот маловато Есть уж такие люди, да? Дома просто это немножко другой формат Очень сложно, вот, как было сказано, да? Себя заставить дома весь концерт отсидеть Прямо с полной отдачей Это же тоже активный процесс И человек, ну, когда дома сидит, грубо говоря, в футболке, да? Да, это на самом деле Слушать музыку, это определенный такой процесс Это работа Это очень серьезная вещь И действительно Это требует, наверное, самой дисциплины Которой очень сложно добиться Ну, да, нам всем Нам всем, да Ну, что же Слушать дома Это большая работа Тут мы с Григорием, наверное, согласимся, да? И обязательно поработаем над собой 18 июля Еще время есть? Да, еще время есть Ну, а вот слушать по радио хорошую музыку Мне кажется, это как раз-таки легкий релакс Ну, и мне кажется, что мы, в общем-то, можем к этому приступить К слушанию, собственно А пока у нас музыканты вот готовятся настраиваться Саша, вот расскажи, зачем еще нашим слушателям слушать наш эфир? Зачем еще слушать? Конечно Ну, чтобы получить вкуснейший, нежнейший набор суши Поэтому номер ватсап записывайте Ждем вам ваши там четверостиши на злободневные темы 8900-993-0105 Повторяю 8900-993-0105 Также у нас есть группа ВКонтакте Радио Маяк Псков И там есть закрепленный пост Где вы в комментариях также можете оставить Какую-либо четверостиши на злободневную тему И тогда обязательно в конце эфира Кому-нибудь мы подарим набор суши Ну, а сейчас давайте к музыке Девушку Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну, вообще здесь по плану должны быть бурные громкие овации Люда Давайте попробуем изобразить, друзья Не, ну круто Круто, конечно Я даже немножечко улетел, честно скажу А что понимали радиослушатели Это мы пели Это, значит, Катя играла, я пел Да, все верно Да, Гриша очень тихо на барабанах сейчас был Мысленно Еле слышно Мысленно Ну что же, прекрасная, прекрасная композиция Кстати, для тех, кто не успел зашазамить Как бы, а хочется еще послушать подобного Кать, подскажи, что это было? Это был джазовый стандарт, Басанова называется «Девочка с Ипанимой» Очень такая известная вещь Девочка с чем? С Ипанимой А, Гриша, расскажи Не с чем, а откуда, видимо Район в Португалии Это как бы, это такое побережье Типа, как девушка с корытова, только девочка с Ипанимой Ну, там как бы смысл в том, что девушка идет, потрясающе красивая, по пляжу И за ней наблюдает молодой человек Вздыхает и говорит, ах, ну как бы она идет И не видит меня Как я влюблен Надо было выйти из-за кустов Он оттуда издалека смотрел В конце концов Надо было бежать за ней Дмитрий Андреевич Да Мне нравится В вашем спиче, который был до прекрасной песни Вы употребили такое интересное и самое главное новое Уж точно для нашего города слово «автоконцерт» Да? То есть давайте как-то расшифруем Раскроем все Да, я вспомнил, к чему был этот большой спич Вы спросили, откуда пришла вообще идея Вы спросили, вы кто? Да, вы кто? А я говорю, это концерт будет Спасибо медикам Ребят, приходите Из Калининграда пришла эта новость сначала Что в Калининграде запустили кинотеатр На, собственно говоря, автомобилях Да, вот это автопаркинг Кинотеатр, понятно И у нас сразу пришла идея И у нас сразу пришла идея Что почему концерт нельзя в режиме автопаркинга Если можно кино смотреть, почему нельзя концерт сделать Что это такое концерт? Как будет передаваться звук? Вы приезжаете на автомобиле Все это проходит в 32 километрах от города Пскова Место называется Sky Rancho Можете уже на карте посмотреть, где это Это 2 километра от Изборска Приезжайте, вас встречают, провожают на ваше место Вы становитесь, перед вами сцена и экран И вы включаете радиостанцию Вам дают бумажку, что с правилами поведения в автопаркинге И там написано, что включите волну 99.9 И вы включаете эту волну И там уже что-то происходит Там уже играет диджей Костя Биг Так, неплохо А дальше? А дальше? Кроме диджея Костя А дальше все Дальше уже в 18.00 выходит уже ведущий Возможно, это буду я один Возможно, я не знаю всех, не буду говорить Кто у нас Не все согласились Да, не все согласились Например Такое вот Мне очень сложно это пережить Александр Робин не смог К сожалению, в этот день Ну, ему можно будет позвонить Ну, наверное, зачем только Просто позвонить Сказать, у нас хорошо, Саша Пока Нет времени сейчас разговаривать Веду концерт Вы приезжаете, да Включаете радиостанцию И вот начинается концерт Ну, мало того Это еще и концерт-онлайн-стрим То есть общение будет От ведущих не только с ребятами Которые находятся в автомобилях Но и еще с теми Кто находится онлайн А вопрос такой По поводу аплодисментов Вот будет ли обратно Ну, тут пибикать можно же Ну, тут много вариантов Да, конечно Вот как похлопать И поддержать Тебе-много исполнителя Сидя в автомобиле Уж поверь мне Если как только Я попрошу зрителей Подать сигнал И людям Это можно будет И никто на них не будет ругаться Что ты пибикаешь А это А это можно То поверь мне Все будут пибикать Лишь бы Просто не сидели бы Не пибикали целые Два с половиной часа Ну, а пибикать в такт Сколько может быть машин Всего 100 билетов Всего на это мероприятие 100 билетов Всего на это мероприятие И больше не будет А вот как вы рассчитали цифру 100 Дмитрий Андреевич Просто нравится Да, просто нравится Почему 100 Если зависит от размера машин Ну, а если все придут на фурах Ну, не запрещено Если все приедут на фурах Да, то они поедут обратно Значит Хорошие Приглашаем Да, я объясню, значит, ситуацию Мы, когда начинали Искать место для концерта Это, на самом деле Была сложная история Потому что Мы даже думали Что у нас ничего не получится Мы хотели найти Что-то закрытое На 200 автомобилей Ну, то есть Куда не придут люди Да, мы рассматривали Парковки торговых центров Но мы Почему отказались? Ну, потому что Вот сейчас мы объявим Что у нас будет концерт Да И все из города набегут И все просто придут И будут смотреть этот концерт И таким образом Мы создадим массовое мероприятие Которое запрещено И да Мы Ну, люди, конечно Зря это придут Да, это их тоже будет проблема Но в том числе И мы получим По шапке Скажем Ну, что вы устроили В центре города Не могли об этом подумать заранее А мы подумали Мы искали место На 200 автомобилей Нашли вот это Замечательное Sky Rancho Оно, к сожалению Всего на 100 автомобилей Да Если мы Пишем Что, друзья мои Если вы покупаете билет То мы предлагаем вам Ехать не на большом автомобиле Это было бы для нас Очень приятно Потому что Моломитражечка Или кабриолеты Очень удобно Мы объясняем людям По-другому У нас нету Как таковых мест У билета И в зависимости от того На каком вы автомобиле Приедете И когда Собственно Вот Тогда вы получите Свое место На автопаркинге Если вы приехали На крупном джипе Скорее всего Будете стоять Либо где-то Сбоку Либо сзади Залог первого ряда Вот какой должен быть Авто в первом ряду Максимально Маленькое Компатное Невысокое Обычный автомобиль Любой автомобиль Потому что Мы рассчитывали Угол обзора Чтобы было удобно Смотреть всем зрителям Да На самом деле Это сложность небольшая Вот была бы сцена У нас Три метра высотой Да Вот и начинался бы пол Не было бы никаких проблем К сожалению У нас не такая Высокая сцена у города Она 1,8 всего И это создает Небольшую Такую небольшую Проблему для нас Ну будем стараться Ну ее в последствии Можно будет и решить Так-то Ну В общем Все получается А давайте А давайте о плохом Давайте А кто из музыкантов Отказался Никто не отказался Ну кто-то же Наверное Сослался на занятость Могу сказать О плохом по-другому Многих не взяли О Ну-ка Ну-ка Расскажите А кастинг был какой-то Был кастинг Конечно Да Я объясню Все начиналось Ну просто Мы говорим о том Что уже было И чего не будет Изначально вообще Было 7 коллективов То есть 7 групп музыкальных На 12 Или на 21 июня И мы даже Мы думали делать Даже 2 концерта В один день Потому что 5 часов В машине отсидеть Это ну нереально Люди бы расплавились И сказали бы Ну ребята Вы нас простите И уехали бы И последняя группа Которая выступала А закрывать этот концерт Будет как раз таки Аркадий Голковский Гриша Голковский Катя Андреева И не всех запомнил Ну хотя бы что-то Да То есть Для них было бы грустно Когда все машины уехали Поэтому наш концерт Будет длиться не более 3 часов И поэтому Это будет один концерт И многие люди Мне писали Группы музыкальных Типа Дмитрий Мы готовы И я честно Им объяснил Что ребят Я бы с привлеким удовольствием Вас взял Ну вот Ну просто вот тайминг Концерта Только из-за времени Отказывали Безусловно Или нам опять Ну или опять Нам нужно было бы Делать 2 концерта Опять надо набирать Это количество групп И просто Уже не было бы Времени на рекламу Ну надо все Надо было останавливаться И что-то делать Хорошо А вот Такой еще вопрос По поводу групп Сколько каждой группе Дается времени Для того чтобы Показать свое творчество Давайте я скажу просто вообще Про группы Которые у нас выступят Да Причем я могу сказать Даже по очередности Это Сначала откроет Все это радио бэнд Это Замечательная Джана Потом у нас Мало наверное Пока еще известная группа В городе Пскове Группа постоянная Это ребята Которые играют свою музыку Обязательно на них Обратите внимание Посмотрите в интернете Группа постоянная Молодые ребята Которые играют Очень хороший Такой легкий рок Хотя говорят И жесткая у них будет Потом будет Группа красивая И закроет у нас Все это Аркадий Голковский И собственно говоря Катя Андреева Четыре группы получается Четыре группы да И собственно говоря Вот эти Между ними Большие такие вставки Где мы пообщаемся С людьми И в зале В зале тоже наверное Что-нибудь может быть Разыграем для ребят Как-то с ними тоже Взаимодействие проведем Полный бак бензина Ну например Ну я не знаю Может быть такие подарки будут Точно могу Ну наверное уже сказать Что у нас будет Специально для тех людей Кто находится в автомобиле Нет не буду разыгрывать Нет Нет все Там классную тему придумали Да Сюрпризы То есть Они смогут И взаимодействовать Тоже с нами То есть Через чаты У нас будет Злой ведущий Онлайн В общем Прекрасно Как много возможностей Почувствовать Почувствовать колорит Псковских групп И тут же помочь И сделать добрый отдел Замечательно А я предлагаю сейчас Саше Раскрыть наши Некоторые с тобой Тайны Эфирные Вот Буквально Сегодня утром Я для себя Лично совершила Музыкальное открытие Вот Александр Расскажет С кем я познакомилась Впервые Впервые Дина Просто Многие псковичи Уже знают Этого человека Это тоже Псковский музыкант А я не знаю Это всем известный МС Винт Кабальера Вот Он же Виталик Зубков Да Вот Так вот Винт Кабальера Как можно говорить Фичеринг То есть совместно С Николаем Никоновым Не менее тоже известным Этого мы знаем Этого мы знаем Да Вот Они Собственно Вдвоем создали трек Молодцы Да Трек называется Получилось Трек называется Лучший город земли Оу Я чувствую Я чувствую мурашки Я рада что Саша за меня Это все сказал Я не могу без дрожи В голосе Это все произносить И сейчас я предлагаю Послушать этот трек В нашей постоянной рубрике Сейчас спою Сейчас спою Ты никогда не бывал В нашем городе светлом Над вечерней рекой Не мечтал до зари С друзьями ты не бродил По широким проспектам Значит ты не видал Лучший город земли Мой Псков укрит зелеными дворами Мы к памяти веков прикасаемся руками Тут детский парк играет голосами Две половинки соединены мостами От крылатого бегаса попутными ветрами По реке великой с кафе и кораблями До воспоминаний о свиданиях в районах дальних Я измеряю этот горизонт шагами Под облаками тянутся проспекты А мы летим по ним вдоль магазинов где-то Туда где заходит солнце кровавым блеском Летим туда где Александр Невский По вечерам от парка к парку пары Смешались разговоры и музыка у пара Кто-то из баба вышел с алкогольной тарой А кто-то из кино за руку с любимой дамой Мой город на реках Здрасти нас на руках Дороги нас вели О, лучший город земли Мой город на реках Здрасти нас на руках Дороги нас вели От юбилейной до площади Ленина В дым по проспекту досада до летнего Мимо кофейных скверов и магазинов Ты можешь встретить девушек самых красивых Все эти улицы рисуют простые картины Кто-то целуется, кто-то залик у витрины Кто-то скучает, а кто-то танцует прилюдно Пусть город маленький, но очень уютный Здесь наши голоса звучат со сцены Здесь из талии сияет наш Кремль Как сердце города, героя Псков Где бы ты ни был, а то в сещи и до крестов Эта земля хранит более тысячи лет Сколько героев предано этой земле Для тех, кто родился или приехал сюда Город останется лучшим теперь навсегда Мой город на реках Здрасти нас на руках Дороги нас вели О, лучший город земли Мой город на реках Здрасти нас на руках Дороги нас вели Лучший город земли Мой город на реках Здрасти нас на руках Дороги нас вели О, лучший город земли Мой город на реках Здрасти нас на руках Дороги нас вели Ну что же, вот такая вот, вот такая замечательная композиция про лучший город Земли, про город Псков. Хочу в первую очередь, наверное, спросить музыкантов, да? Дмитрий Андреевич, вы уж извините, ваших музыкальных заслуг я ни в коем случае не умоляю, вот. Мой город. Эту фоном, да. Григорий, как вот ты считаешь, насколько эта композиция хороша? Ну, мы сейчас не спрашиваем про какие-то там тональности, попадание в ноты, да? А вот от души. От души, да, вот. Ну, вот сейчас обсуждали это, и мысль правильная, что вообще-то желательно, чтобы люди писали про свой город песни и выражали к нему свои чувства. То есть в каком это жанре делается и как это делается, ну, конечно, хорошо, когда делается качественно. Вот. Ну, я считаю, что это хорошая композиция пусть. Катя будет. Ну, что сказать, чувствуется, что сделано от души. А это главное, я считаю. А это главное, и вот этот мотивчик, он так убедливый же, да? Он убедливый. А это, знаете ли, да, это залог успеха, это значит хит. Если заело, значит хит. Значит, это уже успех. Всё, сегодня в нашем хит-параде одна песня, и она автоматически выпадает на первое место. Поздравляем их. Да, поздравляем. Винт Кабалера, фьючерин Николай Никонов. Лучший город земли. Так, но, коли уж речь зашла про музыку, да, я думаю, что хотелось бы услышать ещё одну композицию от наших гостей, чем они нас порадуют на этот раз. Но теперь, Катя, прошу перед тем, как вы начнёте играть, чтобы ты всё-таки рассказала нам, что это будет за композиция, да, чтобы потом мы уже тоже могли рисовать её в своём разуме, когда вы будете петь. Ну, эта песня, на самом деле, группы «Пятница». То есть не джаз. Не джаз. Просто мы очень любим эту песню и решили её исполнить сегодня. А сегодня что у нас? «Пятница». «Пятница». Совпадает. Прекрасно. Совпадение? Да, не думаю. Поехали. Спроси в небу, ты знаешь, я давно живу. Уйди куда? Туда, где время не вода. Собой возьми, и я возьму с собой тебя. Мне объясни, что слишком мало декабря нам. Выше или ниже я тебя не вижу. Хай-э-лоу-а. Чёрными депями отцепили нас в памяти. Острова за закрытыми дверями много времени теряем. Всё, что мы не знаем, мы не расскажем. Им не ванива, не ванива, не важно. Ни боли, ни жажды. Крылатым умирает каждый, рождая дожди. Ни ванива, ни ванива, не важно. Ни боли, ни жажды. Умрёт и наш мираж вчерашний. Однажды дожди. Иют, бьют в стекло. Люблю светло. Молчание твоё во мне растает, да. На дне тебя живут одни случайные течения. Ни ты, ни мы давали обещания не разводить мосты. Она не ванива, не ванива, не важно. Ни боли, ни жажды. Крылатым умирает каждый, рождая дожди. Ни ванива, не ванива, не важно. Ни боли, ни жажды. Умрёт и наш мираж вчерашний. Однажды дожди. Иют, бьют в стекло. Во-во-во. Люблю светло. Вау. Слов нет. Да, ну что же, достаточно трогательная композиция. Группа «Пятница» настроена на такой лёгкий лирический лалат, но потихоньку будем... Лалалат. Лалалат. Да. Ну а как ещё сказать? До дрожи в голосе. Вот так вот. Да, лалалат какой-то. Да, пошёл. Малитки. Да. Да у всех. Я думаю, что сейчас многие наши радиослушатели обязательно подпевали. Вот. Ну, продолжим. Мы про концерт, который ставится на Sky Rancho, да? Правильно, Sky или Sky Rancho? Ну, Sky Rancho, небо, небо. Вообще, это ребята, которые гоняют на... Как называется? На парапланах. На парапланах. По небу. По Sky. По Sky. Всё. Окей. На парапланах. Спасибо, Дмитрий Андреевич. Есть ли какие-то возрастные ограничения у концерта? Ну, вообще, мы ставим 12+. Это просто законодательство нас просит. А так музыка приятная, громкость в машине. В детских креслах можно. Обязательно. Мало того, в чём вообще, мне кажется, самый кайф, самый кайф концерта в автомобиле, когда вот ты сидишь в машине? Я вот не понимаю, но расскажите. Во-первых, ты можешь сделать громкость, какая тебе нужна. Ну, кстати. То есть, тебе не волнует дождь, тебя не волнует жара, если у тебя есть кондиционер. Если есть кондиционер. Ты просто сделал её потише и поговорил с друзьями. Воткнул флешку. Да, да, да. Воткнул флешку и говорит, могу, могу и передохнуть. Слушайте, ну, то же самое мы делаем на концертах, на сборных, когда мы можем там на улице просто взять и уйти в этот момент за едой. Как кто-то поёт, о, нет, это я не буду слушать. И ушёл. Здесь ты тоже самое можешь сделать потише, спокойно и, ну, приятно провести время. Ну, собственно, здесь-то за едой, я так понимаю, не уйдёшь? Значит, это наша боль на данный момент, потому как мы сейчас до конца не понимаем, будет ли у нас питание или не будет. Вот. И это тоже, опять же, всё зависит, собственно, от разрешительных норм. Мы не понимаем, почему нельзя, потому что я смотрю сейчас на кафе, которые в городе у нас открыты. В некоторых происходит вакханалия. В прямом смысле этого слова, да, вечером сотни людей, я уже знаю такие кафе, где есть сотни людей, они просто на улице там и танцы уже устроены, и всё, что ты хочешь. А что мне сдавать? А мне сдавать никого не надо, просто вот по улице пройдите, и всё увидится. В пятницу вечером. И не надо здесь никого сдавать. Это люди, которые в кафе не делают никакой там социальной дистанции там или ещё что-то. Они уже сказали, нет, всё, мы открылись и открылись. Да, мы не внутри, мы на улице, но уже никакой социальной дистанции нет. Нам на данный момент работает доставка, и работала доставка у нас и, собственно говоря, до того, как разрешили кафе. У нас есть сейчас небольшая волнительная проблема, что нам вроде как, ну не совсем прям хотят разрешить, чтобы у нас была доставка в автомобиль. То есть ты заказываешь себе еду, тебе также принесли это в автомобиль, эту еду. Заплатил карточкой. А здесь-то в чём проблема вообще возникает? Непонятно, не могу понять. Если здесь минимальное контактирование, это как доставка курьером. Я про доставку и курьеров, я тоже считаю, что это вот странная история, да? Мы не знаем, кто готовил это блюдо, кто его собирал. То есть, опять же, те же нормы. Если в кафе уверенное, ответственное кафе, да, они проверяют своих сотрудников на температуру, там, да, они делают, там, моют руки как минимум, да, в масках готовят, да, и нет никаких проблем. Но здесь вот, ну, прозрачно должно быть всё это. Поэтому мы пока не понимаем, почему нам, как бы так, говорят, может быть, лучше не надо еды. Ну, вообще, мы её планируем. Ну, посмотрим. Если что, всегда можно... Пока ещё не говорю, что нет. Собственно, да, ждём новостей. А сейчас делаем небольшой перерыв и обязательно продолжим. Мама, а почему у нас из клана такая грязная водичка течёт? Жильё моё. Ой, сколько цифрак. Это что? За отопление и счёт? За жильё наше. Ну и дева. А что делать будем? Всё начинается с нас самих. Будьте активными, создайте совет дома. А как? Нужно провести общее собрание жильцов, выбрать самых активных и председателя. Занести это в протокол собрания и отправить его в управление городского хозяйства. С оформлением документов может помочь управляющая компания. Только и с ними необходимо отношения выстроить. Непросто. Проще, чем кажется. Зато комфортно, уютно и экономно. Жильё моё. На внутренней поверхности тканей лёгких обнаружено большое скопление смолистых веществ. Печень разрушилась от частого воздействия этанола. Смерть наступила от передозировки. Курение, алкоголь, наркотики. Три слова и один итог. Не нравится? Тогда ещё не поздно сказать себе «стоп». И помни, твоя жизнь в твоих руках. Меня ненавидят в школе. Будь осторожен на минном поле ложной информации. Не делай интернет своим лучшим другом. Живи реальной жизнью. Не начинайте бегать сразу много. Начинайте постепенно. Возможно, первые тренировки будут не совсем длинные. Занимать всего лишь 30 минут. И если сложно, обязательно чередуйте с ходьбой. Не жди следующей недели. Сделай первый шаг к здоровому образу жизни. Начни заниматься спортом прямо сейчас. Шоу вежливых людей. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем мы шоу вежливых людей. Сегодня обсуждаем концерт в рамках благотворительной акции «Спасибо медикам», которая состоится 18 июля 2020 года. Совсем уже скоро. Ещё раз напомню, что в студии у нас профконсультант по творческим вопросам театральной концертной дирекции Дмитрий Андреевич, а также музыкант Екатерина Андреева и Григорий Голковский. Послушали мы уже с вами много приятных композиций. Ну, много — это целых две. Вот. Но я думаю, что можно послушать... — Не предел. — Не предел. Прежде чем послушать третью, тут мы очень активно с Дмитрием Андреевичем разговариваем по поводу концерта на Sky Rancho, и вопрос немаловажный. Наверное, с этого вопроса и нужно было начать разговор про весь концерт, да, а мы, как бы, и вообще про всю акцию, да, а мы вот вспомнили в концерт. — И что же это за вопрос, с чего стоит начать суждение концерта? — В автомобиле ты сам можешь поесть, можешь сам регулировать громкость концерта, но какие-то неотложные нужды человеческие, да? — Например? — Естественно, в автомобиле сложновато. — Да? — Да. У вас просто нет автомобиля, Дмитрий, вы перемещались на велосипеде, и этот вопрос вас не касается. Вот. Но всё-таки речь идёт про... — Я так ещё не думаю. — ...про санитарные комнаты. Как же, Дмитрий, этот вопрос? — Слушайте, давайте так. Мы подходим к этому концерту как к стандартному мероприятию, массовому мероприятию. То есть организация этого концерта, она идентична. Конечно же, будет большое количество туалетов, да? Мало того, туалеты, и рядом с ними будут какие-то организованные столики для того, чтобы можно было провести дезинфекцию рук, салфетки, какие-то перчатки. Просто, ну, это стандартный концерт, только он отличается только тем, что вы приезжаете на автомобиль и смотрите его из автомобиля. Мало того, из автомобиля можно будет выйти, размяться. Мы же понимаем, что два с половиной часа сидеть в автомобиле, но никакого... — В пробках-то сидят. — Ну, понятно, но настроение нехорошее у людей, когда они сидят в пробке. Поэтому, конечно, можно будет размяться, подходить. Главное, не скапливаться... — Не трогать друг друга. — Вы можете трогать людей из вашего автомобиля. — Это важно. — Не надо трогать людей из чужих автомобилей, и тогда будет всем счастье. — Друзья, счастье будет всем прямо здесь и прямо сейчас, потому что еще одну композицию от наших гостей, от Екатерины Андреева и Григория Голковского, мы с удовольствием послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Настроение пятничное повысилось, улучшилось и так далее. — Давление поднялось. — Давление поднялось, особенно у того, кто к этому склонен. Дмитрий промолчал. — Хорошо, а у нас время пришло еще подвести итоги. — Ой, а кто будет решать, кто выиграл? — Мы уже решили. — Пока вы пели, мы все решили. Нам еще нужен опрос ВКонтакте, между прочим. — Да, по поводу опроса. — Да, у нас опрос был на тему, как вы, уважаемые радиослушатели, готовитесь к предстоящему благотворительному концерту в рамках акции «Спасибо медикам». — И, собственно, Дмитрий, вообще есть нехорошие новости для вас, как для профессионального консультанта? — Так. — Вы, наверное, хотели сказать по культурным вопросам. — По всем вопросам на планете Земля в ближайшей галактике. — Давайте, давайте. — Да, первый раз слышу. — Дело в том, что победил у нас ответ 52%. А что это за концерт? Но я сразу же поясню, пока вы не ударились слезы в панику, что это был опрос до нашего эфира. То есть сейчас уже, я смотрю, набирают обороты ответа. — Но не успевают. — Не успевают. Собирают друзей. Вот ноль процентов пока. Вот. А 52% — что это за концерт? Но благодаря нашему эфиру, я думаю, что многие узнают, что это. — Это самое главное. Саш, ну что? Победителя, кто получит суши, — Да, есть у нас... Пришло к нам более десяти тысяч различных стихотворений, но вот зачитаем только два из них. — Это от голосовавших, правильно понимаю? — Да, да, да. — Первое. «Музыка в эфире звучит в моей голове. В этом море звуков суши хочется мне». Вот так вот. — А не этот ли рэпер написал это сообщение, которое мы сегодня слушали? — Возможно. И еще одно не менее шедевральное, друзья. «Нахожусь в декрете я...» Я сейчас не про себя. «Нахожусь в декрете я и рожать боюсь, друзья. Тут же вирус ходит рядом, что хочется ругаться матом, но годам своим трицитым могу позволить это я. А что радует меня? Маткапитал получу я. Хороший приняли закон, чтоб муж мой начал строить дом». — Ну что, голосуем за... Я предлагаю второе. — Словообращение... — Дмитрий, у нас 40 секунд. — Гениально. — Выбирайте любое, ребят. Все хорошие. — Ну, я думаю, что победитель совершенно очевиден. Его номер оканчивается... — Которым годам трицитом? — Да, его номер оканчивается на 78. — Возможно, она сейчас хочет жарить на селедке, а вы кино удаёте. — Неважно, неважно. Мужу подарит. — 78-82 выигрывает у нас номер. Мы хотим поблагодарить наших гостей Григорий Голковский, Екатерина Андреева, ну и, конечно, профконсультант по всем вопросам на планете Земля, а особенно в театральной концертной дирекции, Дмитрий Андреевич. — Спасибо. Да, я хотел бы сказать спасибо большое ведущему радиомаяк. Это Александр Робин и вам, Даша, ведущий радиомаяк. — Пять, четыре, три, два, пока. — Спасибо. — Спасибо.